С наступлением 2017 года было принято решение правительством Республики Дагестан внести изменения в порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельными категориями граждан. Лицам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов рассчитывается с учетом объема мер социальной поддержки. Как отметил Магомед Абдуразаков, при отсутствии приборов учета компенсации расходов на оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательстве Российской Федерации. Основными выплатами являются выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которые на сегодняшний день около более 10 тысяч получателей. По оплате коммунальных услуг, ежемесячных выплат, произошли некоторые изменения о порядке представления. Все федеральные льготники, которые до сих пор получали эти выплаты, они первоначально сдавали предыдущие квитанции на момент сдачи документов, и мы на основании этого назначали эти выплаты. До конца декабря, кто не успел предоставить эти справки, квитанции, копии, им выплаты приостановлены временно. Это не значит, что они не будут получать временно приостановленную. По мере предоставления этих справок, квитанции, мы возобновим выплату и дальше будут продолжать получать. Органы социальной защиты населения на основании, представляемых гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг без ограничений нормативами потребления указанных услуг, документов, содержащих сведения о фактических объемах потребления коммунальных услуг и размерами произведенных платежей за жилое помещение. В случае превышения суммы, осуществляемой ежемесячной денежной выплаты над суммой фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты. И в последующих периодах путем уменьшения ее размера, подчеркнули специалисты в завершении.